Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В нашем, в Рязанской области Однако пропаганда гомосексуализма Она все же находит лазейки В последнее время заговорили О гей-парадах чуть ли не в центре Российской столицы Чуть ли не в центре Москвы В чем ее опасность и собственно говоря Какое имеет Отношение свободы человека К пропаганде гомосексуализма Вы знаете, что касается Высказывания Представителей США В отношении России Ну, вы знаете, в таких случаях Наверное, можно сказать Языком дипломатическим Ну, это такое, знаете, беспардонное Вмешательство во внутренние дела Суверенного государства И, конечно, на дипломатическом уровне Оно никогда не приветствовалось И не приветствуется Но, к сожалению, это происходит И я думаю, что каждый должен понять Обратите внимание на демократию Которую нам навязывают Из Соединенных Штатов Америки К чему их демократия приводит? Я думаю, далеко ходить не надо Посмотрите на Югославию Посмотрите на Ливию Посмотрите на Ирак Посмотрите на Египет Вы хотите этого? Чтобы это происходило в России Да, я думаю, не нужна нам такая демократия Друзья, не получилось там Они пытаются на другом фронте Сегодня навязывать какие-то свои идеи Вы знаете, я бы вообще оставил это Без каких-либо комментариев И вообще бы на эту тему не говорил Насчет высказываний Или навязывания из-за океана Каких-то демократических В кавычках так называемых Идей для нашей России У нас своя история У нас своя традиция У нас свои каноны У нас своя жизнь И внутренняя, и культурная И светская, и политическая Вы знаете, я бы, наверное, еще бы кратко сказал Отвечая нашей поговоркой Этим заокеанским мудрецам и демократам Не учите нас жить Помогите лучше материально Наверное, вот это больше подходит К сегодняшней ситуации Ну, а что касается действительно сути Этого вопроса Вы знаете, я думаю, что, наверное Есть смысл нам, особенно верующим Но тем более, поскольку этот вопрос Обращен ко мне, православному епископу Я бы все-таки сослался На Священное Писание А Священное Писание Все-таки это Слово Божие Так вот, это явление Как гомосексуализм, педофилия Это мерзость пред Богом Мерзость пред Богом Вы знаете, это вот богоборчество Ведь нас Господь создал Для того, чтобы человек Жил на земле Когда сотворил Господь Адама и Еву То Он сказал Раститесь Плодитесь Обладайте землей Питайтесь Все, что есть на ней Возделывайте эту землю А в последующие века Господь уже более детально Определил, что необходимо делать Человеку на земле А уж когда пришел Христос Спаситель Сын Божий пришел на землю То Он принес Евангелие То есть благую весть С помощью которой Человек, живя на земле Может еще и войти в Царство Божие Ну и конечно же В Царстве Божием Будет пребывать Только все святое Только праведное Только доброе Только вечное И как может сочетаться Вот эта мерзость Другим словом Наверное, вот это явление Наверное, не назвать нельзя Я не думаю, что кто-то обидится Ну конечно Те, кто увлечен этим явлением И живет таким образом Конечно, для них это будет обидно Я помню, как-то еще, знаете Только приехал я в Соединенные Штаты У меня спросили об этом явлении Как я могу охарактеризовать этих людей И вы знаете, я тогда им ответил Что это больные люди Это самые настоящие Духовно больные люди Но я стал врагом номер один У многих тех Которые были расположены к этим И вы знаете, мне приходилось Очень много видеть этих людей Сан-Франциско Вы знаете, это вот Я бы даже сказал, знаете Типа такой какой-то столицы Вот этих всех Гомосексуалистов и лесбиянок Вы знаете, пусть на меня никто не обижается Но у меня это всегда Вот лично у меня Вот такое, знаете Омерзительное какое-то чувство Всегда вызывало, да Вот посмотрите на наших благородных людей Мужчина, женщина Ведут нормальный образ жизни Тот, который дал нам сам Творец Ведь даже у них У них на лице, знаете Вот это благородство, да Достоинство человеческое У них все вот это проявляется Хорошее, доброе И чувство любви подлинной христианской И патриотизм к своему Отечеству И доброе отношение к людям И к окружающим, да Вот все пронизано вот этим Этой добротой, да И когда я встречаю вот в Сан-Франциско Этих голубых и лесбиянок Вы знаете Мне даже вот Насколько, знаете Даже мерзко как-то становится Я думаю, что все, кто с ними соприкасался Это происходит такое Но с другой стороны Это самое открытое богоборчество Понимаете, другого Называть нельзя Это богоборчество Это мерзость пред Богом И тот человек, который подпадает под эту страсть Вот Он сам себя удаляет от Бога Он противится Богу И вы знаете, они настолько агрессивные эти люди Что их не только по внешнему виду можно определить Они и флаги свои вывозят Там у них и радужные символы какие-то Вот и нам они сегодня пытаются Навязывать эту идею Вы знаете Я думаю, что Очень даже мудро поступают наши депутаты Которые от имени народа Пытаются сделать все возможное Чтобы прикрыть этот кран Этой мерзости, гадости Чтобы эта гадость не приходила на нашу русскую землю Чтобы мы воспитывали детей С самого раннего возраста В духе благочестия В хорошем, добром настроении А сегодня развращают, извращают И вы знаете Беда в том Что когда человек становится рабом этого греха То он приходит Или не приходит А он впадает в такую глубину греховного падения Из которой он уже не сможет выбраться И враг рода человеческого дьявола Ему говорит Ну вот, все, теперь живи, наслаждайся Ты все равно уже ничего не достигнешь Ты отсюда не выберешься Поэтому живи уже вот как есть Понимаете, человек, который впал в эту нечисть В эту грязь Он уже здесь может и должен осознать Что он сам себя лишает Будущей вечной загробной жизни в Царстве Божьем Да и здесь он становится Не таким, как все люди Поэтому Конечно, надо запрещать Все мерзкое, все нечистое, все вредное Что разлагает наших людей И может быть, слава Богу, что мы Отстали хоть в этом плане От так называемых процветающих стран Запада Вот эта нечисть, хоть она не так у нас действует И, конечно, я радуюсь тому, что у нас есть здравомыслящие депутаты Которые принимают такие законы И я бы, знаете, еще что сказал Не оглядывайтесь на Запад Давайте будем защищать свой народ Своих детей Чтобы они никогда не вкушали этой грязи И этой мерзости Чтобы они жили хорошими, добрыми, благочестивыми людьми Благодарю вас, Владыка И сейчас к вопросам наших телезрителей Олег, 44 года Если христианин стал свидетелем кощунственных действий в храме Как он должен поступить? Вы знаете, Олег, ну вот, наверное, такого рецепта Однозначного я бы, наверное, сейчас даже не смог вам дать Конечно, все будет зависеть от вашего внутреннего настроения, состояния Но, что однозначно, конечно, надо сказать Нельзя проходить равнодушным Нельзя проходить Нельзя оставаться равнодушным Вот Знаете, разные могут быть ситуации Может, вы и сами не справитесь Может быть, и кто окружающий не справится с этими хулиганами или кощунниками Вот Но, по крайней мере, надо обратиться к тем Кто сохраняет или блюдет порядок Это дежурный в храме Вот Это общественность Конечно, надо и призвать Обратить всех внимания криком Да Вот Надо сказать, какое безобразие творится Дежурных вызвать Полицию надо вызвать Священника надо обязательно пригласить Вот Но ни в коем случае нельзя оставаться равнодушным Вот, наверное, вот это первое Ну, а потом уже Другими доступными средствами Надо Делать все возможное, чтобы Приостановить это кощунство Любовь в 64 года Умершему в гроб Кладут крест Иконы На голову надевают венчик А зачем это все покойно? Вы знаете Вы совершенно правы Покойнику ничего ведь не надо Покойнику нужно то, что он сумел За свою жизнь взять с собой Богатство духовное Это добрые дела Это дела любви, милосердия, сострадания Все доброе, что человек приобрел Вот это пойдет вместе с его душой На страшный суд А все, что Вот вы сейчас перечислили И крест, и икона И венчик на голову Это нам Жителям Живущим на земле Вот это нам надо Чтобы мы видели Что, вот посмотрите Лежит в гробу Человек Православного вероисповедания Вот он Как проводил свою жизнь В вере В благочестие Вот он и сейчас В гробу лежит Вместе с ним Крест его Который он нес Всю свою жизнь Кладут иногда иконочку спасителя Вот Кто-то кладет иконочку И Божьей Матери Почитал человек Божьей Матери Вот И ему кладут еще иконочку Божьей Матери С младенцем Иисусом Христом Но, как правило, крест Священнику кладут крест И Евангелие Поскольку он был проповедником Слова Божьей Евангелия Вот И венчик кладут На голову усопшего Это нам надо Чтобы вот мы Когда будем проходить Прощаться с этим человеком Усопшим Чтобы мы видели Что уходит от нас Православный христианин А для него Это уже все равно Все Бессмысленно Для него Это уже Знаете, как говорят Не прибавит Ни холодного Ни горячего Ни доброго Ни злого Покойнику Нужны Теперь уже В этом случае Только молитвы А то, что кладется Это вот для нас Для живых Как знак того Что умирает Или умер уже Православный христианин Наталья 56 лет Спрашивает Как правильно Ставить памятник На могиле Ну, вы знаете Ведь Везде В разных странах Или в каждой стране Это может быть По-своему Даже у православных Вот В Соединенных Штатах Допустим Одна практика В Мексике Другая практика В России У нас Другая практика Ну, поскольку Вопрос Российского Гражданина Нашего Соотечественника То Наверное Даже у нас Кстати сказать У нас У нас У нас В тоже Везде Не везде А есть Разная практика Вот Но Более такая Общепринятая Практика Когда Покойника Кладут Ногами К востоку Вот И В ногах Ставят Крест Или Памятник Исходя из того Что это Опять все Очень условно Как от восток Солнца До запад Приходит к нам Солнышко Встает Солнышко С востока И уходит На запад Вот Есть Такое Скорее всего Такая традиция Что И от восток Солнца Придет Христос Спаситель Во второе Своё пришествие Ну и Якобы Как только Придет Христос Спаситель Все покойники Воскреснут Значит Восстанут И вот Они встанут И перед ними Уже будет крест Или памятник Но еще раз Хочу сказать Это все Очень условно Но это тоже Очень важно Кстати Вот Чтобы было Какое-то Единообразие Да Вот На этом Кладбище Там Допустим Вот такое Единообразие Чтобы был порядочек Даже внешний Но еще раз Хочу сказать Канонического Или обязательного Какого-то Устроения На этот счет Нет Нет Это просто Практика Опыт Нашего Народа Валентина 57 лет Что делать Если во время Молитвы Отвлекают Разные мысли Бороться Бороться Вы знаете Тут конечно Однозначно Какого-то Такого Метода Нет Но Со временем Вы знаете Даже У каждого По-своему Это бывает У кого-то Это занимает Какие-то Может быть Месяцы У кого-то Годы А у кого-то И всю жизнь А мысли Они все равно Всегда будут Приходить Но в зависимости От того Как вы сами Работаете Над собой В зависимости От этого И будет Результат Вашей молитвы Точно так же Как ребенок Вот представьте Даже ребенок Да и взрослый Человек Ну вот Вы почитайте Какую-нибудь Там книгу Или газету Не обращайте Внимания Вот просто Читайте Вы же должны Сосредоточиться Чтобы понять Что же вы читаете Если я просто Пробегу глазами Газету Но не заострю На это внимание Или книгу Я же не пойму Содержание Точно так же И молитва Надо сосредоточиться Как я читаю Книгу Точно так же А молитва Еще более Внимательна Должна Поэтому Практиковаться Просто надо Мысли все равно Будут приходить Просто на них Не следует Останавливаться Я бы Знаете Что Со своей стороны Мог порекомендовать Ну во-первых Ведь праздновать Можно по-разному Да Вот Православный Допустим День своего Небесного покровителя Или в день рождения Старайтесь Сходить Сходить в храм Помолиться Причаститься Поисповедоваться Потом причаститься Телой крови Христовой И если мы это будем делать То мы поймем Насколько бывает Большая радость У человека На душе От посещения храма А может быть После посещения храма Прийти еще К больному соседу Или соседке До водички Ей принести Или во дворе Подмести Или что-то еще Хорошее Доброе Дело сделать Для этого И вы почувствуете Как вот Вам на душе Будет даже легко Вот от того Что я сделал Хоть что-то Хорошее Доброе Вот Ну а повеселиться Ну мы знаем Сегодня Как молодежь Иногда веселится Это как правило Праздные разговоры Это как правило Употребление Алкогольных напитков Сегодня это Очень часто И употребление Наркотических Каких-то Средств Ну а Последствия Я думаю Тоже всем понятно Это или поругаются В лучшем случае А в худшем случае Еще и друг друга Физиономии Намылят Начистят Побьют Да еще В какую-нибудь В беду Или в неприятность Обязательно Втянутся Вот Конечно По молодости Может быть И хочется им Как-то повеселиться Но я бы Знаете Что рекомендовал Вы как-то Вот с этим Внуком Или молодым Объясните Что вы знаете Ну это пост Давайте вы Постом уже Помолитесь Попразднуйте Так как Принято у нас У православных А после Пасхи Ну и пожалуйста Разговейтесь Понимаете Не обязательно Привязываться К этому дню Но ведь От того Что вы будете Праздновать Через месяц Или через два Но ничего Правда не изменится Но зато У вас будет Внутреннее чувство Удовлетворения Что вы со всей Церковью Вместе Провели Благочестиво Пост Великий Вы не Вылетели Из этой Цепочки Или из этой Ограды церковной Вы вместе Со всей Церковью Праздновали Вы вместе Постились А потом празднуете Ну и потом После Пасхи Отметьте Ну и пригласите Друзей Потанцуйте Расслабьтесь Поешьте Пообщайтесь Я думаю Что вы знаете Наверное так будет На мой взгляд Так наверное Будет правильно Благодарю вас Еще один вопрос От Любови 60 лет Сын венчан Но развелся С женой Как быть с венчанием Ну вы знаете Вот К сожалению Очень много Сегодня обращаются С такими вопросами И многие Не понимают Того Что Разводясь Или когда Распадается Семья То вы же Сами разрываете Свой церковный Союз Хотя Среди людей Бытует Такое Такое мнение Что якобы Надо развенчаться Да нет Друзья В этом случае Надо помнить Слова Христа Спасителя Что Бог Сочетал Человек Да не Разлучает Но если У вас Распалась Семья О каком Благословении Божьем Может идти Речь Конечно Развенчивать Мы никого Не развенчиваем А те Кто Разрывает Семейный Союз Вы тем Разрываете Церковный Брак Вот Но у нас Такая Существует Практика Если вы Решите Вступить Во второй Брак В этом Случае Надо Приходить Прийти В епархиальное Управление И принести Копию Вашего Свидетельства О расторжении Брака И копию Свидетельства О регистрации Брака И тогда Получите Благословение Епархиального Архиерея На вступление В новый Церковный Брак Ольга 54 года Удмуртия Муж пьет Говорят Что этот крест Жена должна нести Где взять силы Вы знаете Я бы Я всегда В подобных случаях Всегда говорю А почему жена Должна нести Этот крест Ну почему жена Должна Скажите Он пьет А жена должна Нести Этот крест Вы знаете Я вот не могу И не хочу Вам ничего советовать Но я в таких случаях Всегда говорю Вот если бы Моя сестренка Родная Обратилась Одна Другая Третья С подобным вопросом Вот Вот с сестренком Я бы посоветовал Как надо поступить Надо с ним Или Более сурово Поступить Вот Или Сказать Знаешь Друг Или ты прекращаешь Пить Или мы с тобой Разведемся Почему Почему жена Должна нести Этот крест Понимаете Вот у нас К сожалению Вот в России Все время Обратите внимание Не только в этом вопросе Во многих других вопросах У нас всегда С больной головы Как говорят в народе Сваливают на здоровую Да Вот Пьет муж Жена Должна нести крест Преступник Что-то совершил Нехорошее Да Кого-то убил Мы забываем уже Про того Кого убили Да Мы Ой С нисхождения К нему надо проявлять Слушайте На машине сбил Пешеходов Понимаете Мы забыли уже Про этих пешеходов Что они стали инвалидами Мы все выгораживаем Говорим Ой Да Надо пожалеть Этого человека Да Преступнику И этот хулиган И кто Уходит на сторону От своей жены И кто пьет Но почему мы должны С нисхождения Делать к этому Хулигану А того Кто нормальный человек На него еще и возлагать Какой-то крест Вы знаете Конечно Муж и жена Должны друг другу Помогать Вот Этот семейный союз Он и предусматривает Вот это Знаете Обоюдная Помощь друг другу Помогать друг другу В деле совершенствования Устраивать Вот этот Домашний очаг Или как мы в церкви Говорим Домашнюю церковь Созидать Да Ну а почему Должен один А другой Будет Знаете Использовать Это Злоупотреблять Этим доверием Да Вот Я считаю Что этого не должно быть Должно быть Обоюдное Совершенство Должно быть Вот такое Знаете Вместе Вместе Должно идти Должно быть Должно быть Внутреннее Внутреннее настроение Должно быть Должно быть Должно быть Должно быть С нами Происходит Все Должно быть 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 Должно быть